В этот день мы узнали о том, как выглядит теория обратного взрыва в новом арт-пространстве Барвьюзи Лакшери Виллэдж. Что для нас приготовил Максим Боксер. В ярмарке приняло участие 62 галереи, что на 5 галереи меньше, чем в прошлом году. Одной из крупнейших российских компаний по перевозке произведений искусства. У нас теперь есть арт-объект. В принципе, они принадлежат уже фонду Шар-Клейсу. А эта работа серия называется «Как стать невидимом?». Всем привет! Это осенний влог. Я решила записывать для вас каждый месяц обзор самых главных арт-мероприятий, которые произошли. Ну, для вас произошли, а для меня еще произойдут в этом месяце. Потому что, мне кажется, это будет полезным в первую очередь тем, кто не смог их посетить. И мы направляемся на первое мероприятие сентября. И это первая московская арт-премия. И я сейчас иду в парк Зарядье, где будет проходить открытие выставки номинантов этой премии. Если вы читали статью, расположенную на нашем сайте Art Channel, то вы знаете, что среди номинантов находятся не только художники, скульпторы, архитекторы, но и режиссеры, музыканты, композиторы даже. Вот так вот выглядит плакат этой выставки. Но нам нужно с вами не сюда сначала, а в медиа-центр. Нам, наверное, сюда. Меня заставили взять маску в этом аппарате. Отлично. На входе в медиа-центр посетители встречает всем известная Агата, российского скульптора Григория Орехова. И именно здесь у вас начинается знакомство с номинантами премии. На выставке представлено более 50 работ современных художников. Стоит отметить, что здесь представлены работы как совсем молодых художников, так и проекты уже известных авторов, как Евгений Антуфьев, Павел Отдельнов, Игорь Шелковский и других художников. Экспозиция расположена не только на территории медиа-центра, но и в заповедном посольстве, где можно увидеть журнал наблюдений художника Сергея Кищенко, который посвящен выдающемуся генетику Николаю Вавилову и историю спасения коллекции семян во время блокады Ленинграда. В день открытия выставки зрители смогли посетить и новое арт-пространство в заряде Северный тоннель, который расположен на минус первом уровне. Северный тоннель открылся выставкой «Вирус. Что это было?», которая показывает общемировые переживания, возникшие у творческих людей во время пандемии. Обе выставки продлятся до 15 ноября. Описание, да? Нет, это перформанс здесь и музыка, экспозиция. Если есть наушники, можно послушать. Сейчас посмотрим. О, мне нормально все было. Класс. И дальше можно посмотреть перформанс в клубе. Такое ощущение, что здесь подведены итоги всех выставок, которые были проведены за предыдущие годы. Эта выставка происходила, например, в МОМА. А эта инсталляция была выставлена в гараже. Это марш из оперы Прокофьева в гостином магазине. Сегодня мы направляемся на открытие ярмарки, которая состоится впервые. И называется она «Блазар». Блазар станет ярмаркой-спутником всем полюбившейся уже за столько лет ярмарки международного формата и современного искусства Космоску. По словам организаторов, все крупные международные ярмарки современного искусства имеют ярмарки-спутники. И организаторы Космоску задумались, а почему бы и нам не сделать свою ярмарку? И сейчас мы направляемся как раз на ее открытие, которое пройдет в стенах музея Москвы. В отличие от многих других ярмарок, участниками «Блазар» стали не только галереи, но и молодые художники, которые находятся в самом начале карьеры и работают независимо, а также образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Попасть на «Блазар» можно было по билетам на Космоску, а благодаря спецпроекту с мультимедийным сервисом ОКО посетители смогли бесплатно добраться от площадки Космоску в гостином дворе до «Блазар» в музее Москвы и обратно на специальном корабле-кинотеатре. Нам пришлось своими силами реализовывать этот проект, и учредители ярмарки взяли на себя все риски и реализацию в этом году. Кузин Москва выступает как партнер, который выступает основной площадкой работы ярмарки. «Участники платят за участие, наверное, да?» Здесь очень важный структурный элемент, потому что действительно традиционное устройство ярмарки подразумевает, что галереи или участники платят за стенд, за то место, которое они представляют. В нашем случае мы изменили традиционную схему. Часть авторов, представленных самостоятельно, мы их называем «Солкорепрезентатив» художники, платят процент с продаж. Я все знаю, я помню. Платят процент с продаж. Большие и крупные ярмарки, всем известные, как «Космоскл», «Баззер», «Фриз», работают с галереями, и подразумевается, что участники – это уже такие институции, даже галереи являются институциями, которые много зарабатывают, много вкладываются в пиар, рекламу, в участие в этих ярмарках. У нас обратная задача – придавать художников, то есть за счет продаж формировать их присутствие. Поэтому могу точно сказать, что коллекциональные интересуются, и некоторые идут конкретные вещи покупать. А я думала, что она расскажет больше про формирование цен, как они у нас устроены. Ну, скажу коротко, да? Если коротко говорить, то, собственно, Маргарита и мы все вместе занимаемся формированием вот этих вот цен на рынке, то есть формированием рынка. И в Чебуриха-Таиде, естественно, есть принцип размера работы, есть принцип того, что если художник уже в каких-то выставках участвовал, он находится в коллекциях, то, естественно, у него есть своя цена, которая формируется именно из предыдущих продаж. А если это совсем начинающий автор, студенты или недавние выпускники, то, как правило, цены формируем мы, исходя из нашего опыта сэмпла и господского. Да, исходя из нашего опыта продаж. Если вы посмотрите экспозиционно-экспликационное решение, у вас тоже очень демократичное, многие работы не оформлены, они бумажные работы держатся на стене с помощью магнитов. Это видно, да, если все это отправилось, то есть он отбегусно будет дышать. В общем, один из этого. Вот такая вот получилась выставка Блазар. А сейчас мы направляемся на вечер в отнесаже, который проходит на винзаводе. Пишите обязательно, понравился ли вам выставка, посетили ли вы ее. Если посещали, обязательно расскажите о своих эмоциях под этим видео. Особенно будет интересно почитать комментарии тех людей, кто был на Космоскл, как вам больше нравится Космоскл или Блазар. И сейчас мы с вами переносимся на винзавод, где проходит препарационный вечер вернисаж, когда все галереи открывают свои двери для посетителей с обновленными экспозициями. Всем привет из гостиного двора. Как вы уже, наверное, догадались, здесь откроется сегодня ярмарка Космоскл. Так как Космоскл уже прошла, мы решили поделиться с вами ее итогами в этом году. В этом году в ярмарке приняло участие 62 галереи, что на 5 галерей меньше, чем в прошлом году. Галеристы съехались из России, Германии, Франции, Эстонии, Польши, Грузии, Австрии и Италии, несмотря на закрытые границы. Суммарно на стендах галереи было представлено более 300 художников, как и в прошлом году. В этом году ярмарка посетила 9600 человек, как подчеркивают организаторы, максимальное возможное количество с учетом ограничений Роспотребнадзора. В этом году посещение осуществлялось по сеансам с фиксированным временем хода, а квота по количеству людей на каждый сеанс составила 600 человек. В прошлом году число посетителей достигло отметки в 22 тысячи человек. В этом году мы не просто проходим в привычном формате, но и расширяемся и успели запустить несколько важных новых проектов. Платформа онлайн Космоскоу с расширенным составом галерей участниц на момент окончания ярмарки в гостином дворе посетила более 11 500 уникальных пользователей. Количество просмотров приблизилось к отметке 200 000. Уже по результатам превью, которое состоялось 10 сентября, международные и российские галереи объявили об успешных продажах. Ценовой диапазон работ на ярмарке Космоскоу в гостином дворе в этом году составил от 50 до 250 тысяч евро. Новая секция, сделанная в Москве, которая впервые была представлена на ярмарке, при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, оказала существенную поддержку столичным галереям, которые смогли представить работы своих художников бесплатно. Практически все работы с коллективного стенда были проданы. И здесь две работы, и название соответствует таким трем сложным темам выставки. И лес, да, как место для уединения, да, лес, как место, в котором мы можем сприться от всех. Чаще там есть такая галерея. Она как бы находится в галерее в землянке. И там тоже будут... Ну, свискаешься в такую землянку. Вот, кстати, на кадрах она просто уже сделали видео с места событий, поскольку выставку уже в августе смонтировали полностью. И вот можно уже посмотреть на видео, как это все выглядит там. Нет, не шумаш, не место. Как бы понятное дело, что в лесу он без вот этого вот меховой основы. Такая металлическая белая конструкция, которая тоже очень так нежно интегрирована в лес. Получается такой легкий воздушный такой эффект. На такую непосредственно представлены работы ее знакомой, бабушки Жени. Это действительно бабушка взрослая, ей 80 лет. Она познакомилась с Екатериной. По Тульской области они познакомились. И непосредственно бабушка, она потронула очень Екатерину. Они подружились, и она вот присеет такие чудесные наивные портреты и пейзажи. У нее есть свой инстаграм. Подписывайтесь, да. Ладно, спасибо. Это все очень плотно. А эта работа, серия называется «Как стать невидима», посвящена работе культурных работников, которые, например, там менеджеры, уборщики, все, кто работает в индустрии искусства, и кто остается незамеченным. И это портрет настоящих людей, то есть это не просто наброски, она общалась, приглашала к себе, и непосредственно рисовала их тень. Круто, спасибо большое. На нашем стенде, и оно все-таки создает звуки. Вот, может быть, у нас третий к этим домовым, например, все-таки помимо. От вашего взаимодействия вверх-вниз будет меняться звуком. А как это происходит вообще? Ну, здесь диоды проведены. Это записанные звуки, это не живые, это записанные на природе. Поставлены сюда, а живой звук у нас в аквариуме есть. Ты ближе, как хотите, только идти ближе, вы что хотите? Или можно? Можно. О, Боже. Что-то вы слышите. Это вода? Художников, которые получили признание за рубежом благодаря офисованному кризису в 88-м году, где его работы были проданы за очень, на этот момент, большие деньги, особенно для русских половин. Вся его жизнь, она откутана легендами. Вот. И как бы по этой легенде он встретил веку в дух, который сказал, что Леня, ты не просто хороший художник, ты гениальный художник. После этого на многих из его работах можно видеть в подписи Леня Фарыген из Нарына, это Нарфанинск, город своего рождения, по одной из легенд в том числе. Вот. Гениальный художник. Самобытность, которую он к себе привил, поскольку его никуда не брали, ему приходилось самостоятельно учиться рисовать. Я сейчас вышла из гостиного двора и направляюсь в нестандартную локацию, не характерную для выставок и для Космоску, а именно в грузовичок, который перевозит произведение искусства. Он относится к ведущей одной из крупнейших российских компаний по перевозке произведений искусства Fine Art Way, в котором куратор Максим Боксер представил фотохудожников, которые принимали на протяжении всего карантина участие в группе Шар и Крест, выставляли свои работы, продавали. Эта выставка проходит под патронажем Космоску в секции глазами коллекционера. Глазами коллекционера это ежегодная секция, которая зародилась в 2014 году и по словам организаторов Космоску, в связи с тем, что 2020 год стал весьма своеобразным, то и эта секция тоже стала такой необычной и креативной. Сейчас мы посмотрим, что для нас приготовил Максим Боксер. Вот, собственно, этот грузовичок. Здрасте. Она поработала? Ой, ничего страшного. Ого, что ли это все? Это он своей женой, что ли, здесь не рисовал? Потому что у него жена уже тут рисует. Верху работы они, в принципе, принадлежат уже фонду Шар и Крест, а нижние работы это те работы, которые эти художники, они эти работы покупали уже в своей коллекции. Но здесь логика этикетажа сделана как в транспортировочных документах, потому что мы же в фуре находимся, где перевозится искусство. И поэтому логика этикетажа такая, как в таможенных документах делаются, где отправители это тот, кому принадлежат работы. Получатель это тот, кто берет либо на временное хранение, либо на постоянное хранение. В данном случае мы принимаем на временное хранение, по крайней мере, нижний ряд и дальше идет описание работы уже стандартная, музейная, галерейная, просто этикетажа. Я совсем забыла сказать о том, кто является автором проекта. Это как раз вот эта девушка, которая объяснила сейчас значение развески этих произведений. Ее зовут Диана Мацанничвили. Если, Диана, ты смотришь это, спасибо большое за развеснение, за экскурс. Я тут вдруг поняла, что после окончания мероприятия я сразу резко прихожу к следующему мероприятию и не знаю, как это будет выглядеть в итоге, но это, по-моему, странно. В общем, я поэтому вас сейчас спрашиваю, понравился ли вам Космоскул, были ли вы на нем, какой вам стенд понравился больше всего, согласны ли вы с выбором организаторов Космоскул, что Джарт Галери лучший стенд. И увидимся на следующем мероприятии. Я не уверена, какое точно оно будет, но увидим через пару секунд. Мне кажется, пока хороший цвет позволяет записать обращение к вам. Давайте делиться этим видео с друзьями и ставить лайки, потому что они очень важны. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. Давайте сделаем более живое общение под видео. Мы прислушиваемся к вашим мнениям. я и группа операторов нашего портала, которые снимают статичные видео, как видео, к примеру, с Михаилом Крокиным. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, где эта ссылка будет здесь. Пишите, нравится ли вам такой формат. Я планировала снимать такие видео каждый месяц, чтобы были такие лайв-видео в конце месяца о арт-жизни в Москве. И, конечно же, пишите, нравится ли вам статичные видео, видео формата Будя об искусстве. Смотрите ли вы их? Уже у нас есть два видео. Одно видео с Катей Григолайт. Мы говорили с ней в Германии год назад о жизни художника за границей, о том, как вообще надо ли уезжать, стоит ли учиться в наших университетах и стоит ли переезжать вообще за границу жить. Я считаю, что надо развивать свою страну, можно поучиться где-то за рубежом и вернуться в свою страну, что я и сделала, собственно. Но это уже другая история, не относящаяся к искусству и анонсу выставки. Сегодня будем смотреть неординарное современное искусство Барвиха Лакшери Виллдж В этот день мы узнали о том, как выглядит теория обратного взрыва в новом арт-пространстве Барвихи Лакшери Виллдж. Эта выставка стала второй частью коллаборации английской галереи Саймон Ли со скульптором Василием Клюкиным. Первая часть выставочного проекта называется Майндпорт и представлена непосредственно в галерее Саймон Ли в Лондоне. На выставке можно увидеть произведение, выполненной в двух техниках рельеф и живые скульптуры. В своих работах Василий Клюкин затронул проблему антропогенного загрязнения и вреда, которые наносит человек окружающей среде. Это видео опять даже такое. Господи. Привет вашим дорогим подписчикам. Здравствуйте. Я просто показываю твой смешник. Понимаешь? Показываем самая схема. Какой номер? Где? На весь Субъект. Где у нас три? Ноль. У нас теперь есть арт-объекты. Чудесный вечер. Вармите ланджеры велоши. В окружении приятных людей, которые действительно ценят современные искусства. Коллекционируют его и инвестируют, открывают новые имена. Я просто не могу на своем телефоне, чтобы не мешало интерьеру для телефона вообще. в окружении. в окружении. момент мне тоже интересно посмотреть что же там было еще раз мы только что записали видео с тем кто озвучивает голливудские фильмы тем кто записывает звуковые эффекты ваших компьютерных только что мы записали интервью с василием филатовым основателем института звукового дизайна я на самом деле раньше даже не задумывалась о том кто озвучивает инсталляции перформансы и оказывается что этим снимаются звукорежиссеры профессионалы они самостоятельно делают это все художники так что подписывайтесь на канал наверное когда я выложу это видео еще видео не будет на канале но в любом случае ставьте колокольчик нашему каналу и не пропускайте большое интервью с василием все сама все сама нет конечно же надо выразить свою благодарность министерство юстиции очень хороший свет для видео выражаю благодарность алексею евгению которые записывали это интервью с василием без несколько секунд мы переместимся на винзавод а именно на экскурсию по винзаводу которую которые команда винзавода запускает с этого месяца и вы можете записаться к ним на экскурсию и они все расскажут покажут что находится на винзаводе что такое винзавод проведут по всем галереям и познакомить современным искусством вы пределитесь этим видео с друзьями ставьте лайки всем привет сегодня мы находимся с вами в новой третьяковке где через несколько минут начнется предпоказ выставки энди уорхол наверное самый ожидаемый одной из ожидать давайте будем говорить одной из ожидаемых выставок этой осени она продлится аж до нового года курирует ее специалист по американскому искусству джанни меркурио и за его спиной есть уже целый ряд выставок которые были посвящены творчеству американских художников таких как энди уорхол рой лихтенштейн кит харинг и многих других организовала эту выставку площадь искусств при поддержке союза художников и музея японии анди уорхола пишите в комментариях посетили ли вы эту выставку уже или нет и как она вам давайте посмотрим что джанни приготовил для москвичей и гостей столицы стоит отметить что вход на эту выставку осуществляется не с главного входа а с бокового очень большой критики подверглась эта выставка якобы кураторы представили внимание зрителей одни копии работ художника и нужно забывать что энди уорхол пропагандировал серийность своих произведений поэтому на выставке мы можем довольствоваться в основном шелкографии которую предоставили частные коллекционеры из разных стран выставка позволяет познакомиться ближе с произведениями легендарного представителя поп-арта в рамках экспозиции представлено 200 работ а также воссоздана нью-йоркская арт-студия художника серебряная фабрика активно действовавшая 1962 года и ставшая центром притяжения мировой богем посмотрите что я нашла а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok